Максимальное превышение эпид-порога. На недельный карантин закрываются все школы города. 73-я годовщина освобождения героического города. Глава региона поздравил блокадников Ленинграда с исторической датой. Подать заявление к свадьбе онлайн. Отделение ЗАГСа ведет удаленный прием документов для регистрации брака. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Начнем с оперативной информации. С понедельника 30 января школы города Наринмара закрываются на карантин. Ограничение на посещение образовательных учреждений вызвано превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппами ОРВИ. Карантин будет действовать с 30 января по 5 февраля 2017 года. Ограничение не коснется учащихся ненецкой школы имени Антона Пырерки. Они продолжат учебный процесс. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой по требованию Роспотребнадзора мы прекращаем занятия с понедельника в школах города Наринмара на одну неделю. Есть требования Роспотребнадзора. При превышении 20% порога заболеваемости объявляется карантин. Сейчас стоит теплая погода, которая благоприятствует распространению ОРВИ и гриппа, поэтому для того, чтобы наши детишки все поголовно не заболели, мы и закрыли школу. Я понимаю, что это создает определенные неудобства и для педагогов, и для родителей, но я считаю, что здоровье детей дороже. Теперь к другим темам дня. Игорь Кошин поздравил блокадников в Ненецком округе со знаковой датой. В 73-ю годовщину окончания, пожалуй, самого трагического эпизода Великой Отечественной войны глава региона побывал в гостях у жительниц блокадного Ленинграда Валентины Коткиной и Валентины Дерягиной. Игорь Кошин поздравил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия. Сегодня 73-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Два с половиной года с месячным запасом провизии. Один из самых трагичных эпизодов войны, говорит губернатор. Читаешь воспоминания того времени о жизни без продуктов питания, отопления и транспорта, и не устаешь поражаться силе духа и жажде жить наших соотечественников. Наш долг – помнить об их подвиге и героизме, величайшей победе человеческого духа и несгибаемой воли. Валентину Александровну Дерягину война и блокады застала в возрасте 6 лет. Через год, в 1942 году, она была провезена через осаду в Вельск. Позже с семьей приехала в Ненецкий округ, которому посвятила 47 лет трудовой жизни. 34 года работала на главном мясоперерабатывающем предприятии округа и 13 лет во вневедомственной охране. Валентина Иосифовна Коткина родилась уже в блокаде в мае 1942-го в деревне Новоселки. Помнит редкие выстрелы, пролетавшие над домами самолеты каменной доты, которую потом жители разбирали по кирпичикам на собственные нужды. До 20 лет Валентина Иосифовна жила в Ленинграде, затем перебралась в НЕСЬ, где 24 года работала в НЕСКОМ рыбкооперативе. Блокада Ленинграда длилась долгих 900 дней. По разным данным, за это время погибло от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Огромный ущерб был нанесен историческим зданием и памятником Ленинграда. 27 января 1944 года фашистская осада была окончательно снята. С 2014 года в этот день отмечается День воинской славы России. Взаимодействие с жителями для решения актуальных вопросов. Фракция «Единая Россия» в окружном собрании депутатов подвела итоги работы за 2016 год. За период было проведено 66 приемов граждан по личным вопросам. Показатель положительно решенных обращений составил 38%. Основные вопросы, по которым обращаются жители округа – услуги в сфере ЖКХ и социальное обеспечение. Увеличился рост обращений по вопросам труда и заработной платы. По результатам встречи приемов граждан по инициативе фракции принят ряд законодательных решений. Установлено право усыновителям использовать единовременное денежное пособие на получение образования усыновленным ребенком, а также на погашение кредитных обязательств. Специалистам на селе предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 1200 рублей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с применением районного коэффициента. Окружные семьи получили право направлять средства регионального материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В целом, работу фракции «Единая Россия» депутаты оценили как удовлетворительную. У жителей округа появилась возможность подать заявление в ЗАГС через интернет. С 1 января на едином портале государственных услуг можно обратиться в региональный ЗАГС в электронной форме. В настоящее время доступны 5 услуг. Государственная регистрация рождения и усыновления, заключение и расторжение брака, регистрация смерти. Как правильно воспользоваться новой услугой, рассказала новый начальник отдела ЗАГС Зоя Горелик. Во-первых, заходите на портал государственных муниципальных услуг, выбираете необходимую вам услугу и заполняете заявление с указанием реквизитов необходимых документов. Что касаемо полей для заполнения, они есть обязательные для заполнения и необязательные. И прошу заявителей не волноваться, если допущены какие-то неточности, то фильтр вас вернет обратно при подаче заявления, фильтр вас вернет обратно и покажет, что поле заполнено некорректно. Затем вы выбираете органы ЗАГС, куда должно уйти ваше заявление. Выбираете дату и время, желаемое для предоставления, для получения услуги и направляете свое заявление. Также руководитель ведомства привела данные статистики ЗАГСа. Так, рождаемость в Ненецком округе по отношению к 2015 году повысилась, а смертность осталась на том же уровне. Браков зарегистрировано 234, разводов – 178. Кроме того, в округе зарегистрировано 78 новорожденных. Из них – 408 мальчиков и 372 девочки. Самыми популярными именами в прошлом году стали Артем, Илья и Дмитрий у мальчиков, Виктория, София, Арина и Дарья у девочек. Есть и редкие имена – Яромир, Ювеналий, Ходжбар, Ярослава, Юлиана, Эмилия и Элеонора. Жители округа экономят на покупке овощей и фруктов. В начале года горожан неприятно удивили цены на некоторые виды товаров. Корреспондент телеканала «Север» узнала причину резкого удорожания продуктов питания. В России резко подскочили цены на свежие овощи, и всеми любимые огурцы рискуют стать товаром премиум-класса. Цены на овощ в начале года резко повысили. В результате килограмм огурцов стоит от 300 до 500 рублей. Ценовой всплеск был совершенно неожиданным. И почему он произошел, не берутся ответить даже эксперты. Мы решили провести собственное расследование, расширив круг товаров, на которые произошел рост цен с 1 января 2017 года. Сухая статистика Росстата подтверждает, свежие огурцы в России в конце прошлого и начале нынешнего года подорожали в среднем на 23,7%, больше, чем в 2015 году. Тогда их цена тоже выросла, но чуть меньше, на 19,7%. В Наринмаре за 1 килограмм огурцов можно отдать от 250 до 300 рублей за килограмм. Но из чего же складывается эта цена и почему у всех она разная? По сравнению с ценами в конце декабря 2016 года, когда товары завозились самолетом, овощи и фрукты стоят в полтора раза дешевле. Так мандарины вместо 270 рублей за килограмм стали стоить 140, яблоки от 110 до 150 рублей за килограмм вместо 160 – 170 рублей. Вот, к примеру, мандарины. Сколько они стоили? До Нового года. Потому что мы получали самолеты, они были дорогие. Почем? Они были где-то 270 рублей, 280 рублей. А сейчас? Сейчас мандарины 140 рублей. 140. Отлично. Дальше идем. Так, яблоки. Или виноград. Вот мы видим виноград сейчас 350 рублей. Потому что это получено самолетом. А, это самолетом. Да, потому что те, которые поставщики для ассортимента. Если, допустим, нет виноград-кардинал, заказываем самолетом и получаем. А если не самолетом, если бы по зимнику, сколько? По зимнику, значит, 240-250. А яблочки? Есть 110, 120, по-разному. А до Нового года? До Нового года было 160-170. Потому что тоже самолетом все получали. Все понятно. То есть разница существенная, если вы... Ну, ясное дело. Или самолетом за каждый килограмм платят 100 рублей. Или, допустим, транспортному на Камазе, допустим, платишь 18-15 рублей за килограмм. Разница очень ощутимая. Ценовая политика на фрукты и овощи устраивает и жителей города. Правда, говорят, покупают их теперь уже не так часто, как раньше. Овощи, фрукты, ну, тоже не так часто берут. А вот, например, недавно фрукты покупала. Здесь бананы, например, подешевели. Пью, не курю, поэтому у меня хватает вполне. А потом потребность у меня, знаете, можно сказать, средняя. А будет даже чуть ниже среднего. Я не бегаю там за деликатесами. Вот, поэтому вполне достаточно, даже при таких ценах. Если посмотреть на цены местных производителей овощей, то они не намного меньше, а то и выше привозных. Например, 50 грамм сельдерея, мяты, базилика или кинзы стоят 63 рубля. 100 грамм салата – 80 рублей. А огурцов, томатов с родных грядок северяне дождутся только концу мая. Да и цена у них будет, как у привезённых самолётом. Оголо 200 рублей за килограмм. Удивили сразу же после Нового года и производители местной молочной продукции. Так пол-литра молока вдруг стали стоить 70 рублей. Но через несколько дней цена резко упала до 38 рублей. Цена, по мнению продавца, рекордно низкая. Вы помните, когда молоко стоило 38 рублей? Когда-то... У нас 38 не было молока. Такого не было. То есть сейчас рекордная цена, можно сказать, да? Но по-прежнему высокая цена остаётся на ряд других молочных продуктов. Мы провели небольшой мониторинг цен двух местных производителей молочки. Это Ненецкая агропромышленная компания, чьё производство частично субсидируется округом, и акционерное общество «Вита». Так, на сегодняшний день упаковка молока в «Вите» стоит 40 рублей за пол-литра. В «АПК» за те же пол-литра – 45 рублей. Маленькую упаковку 15-процентной сметаны в «Вите» – 250 грамм вы сможете купить за 61 рубль. А те же самые 250 грамм в «АПК», но с более высокой жирностью – 75 рублей. Творог стоит примерно одинаково, но есть разница в жирности. По словам продавца, после резкого подорожания, многие, увидев цену, просто разворачивались и уходили. Были такие ситуации? Ну, конечно. А часто? Часто. Часто, да. Стороной обходить приходилось и хлебный магазин. Ведь цена, скажем, на пшеничный хлеб достигала 51 рубль вместо прежних 30. Производственники объясняют неслыханное подорожание новым порядком предоставления поддержки от государства. С нового года увеличилась максимально допустимая цена реализации и руководство хлебокомбината этой возможностью решило воспользоваться. После жалоб населения хлебозавод обещал цены снизить. И действительно снизил. С 20 января в фирменных магазинах предприятий снижены цены на хлеб двух сортов, которые субсидируются из средств окружного бюджета. Это дарницкий и пшеничный. Белый хлеб высшего сорта пшеничный будет стоить на 17% дешевле. Буханка обойдется покупателю в 42 рубля. Уменьшение цены на черный дарницкий составит около 5%. Он будет стоить 34 рубля за буханку. Средняя себестоимость одного килограмма хлеба на хлебозаводе сегодня составляет 98 рублей. Как пояснил руководитель Федеральной антимонопольной службы по Ненинскому округу Ирина Белоконь, по данному факту уже ведется проверка и в отношении нарушителей будут приниматься соответствующие меры. По данным, представленным хозяйствующими субъектами, на текущую дату наблюдается рост цен как на мясо, так и на молочную продукцию и на масло сливочное. В связи с чем управлением будут сделаны соответствующие вопросы и проведена проверка об основанности данного роста. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства нами будут выдаваться предостережения возбуждаться дела и приниматься иные соответствующие меры реагирования. Пока ведется проверка, стоит добавить, что письменное обращение с признаками антимонопольного нарушения могут подать и простые граждане. Обращение можно отнести в управление по адресу улицы Пырерки, дом 15 или оставить на официальном сайте nao.fas.gov.ru. Конечно, много жалов подобной инстанции по большей части поступают в устной форме. Жаловаться местным жителям можно и на просрочку. Так, буквально за 10 минут в одном из центральных магазинов нашего города съемочная группа обнаружила огромное количество просроченных продуктов или продуктов с нарушениями условий хранения. Сыр спагетти белый. Вот в какую цену мы его будем покупать? За 11 рублей? Нет, не 11 рублей, это соответственно, да. Где мы увидим... Алиса! Где мы увидим сколько, где мы увидим вообще что. Плюс ко всему, посмотрите, он упакован 8 января. О, да. Это что? Офигурный сыр в таком виде. Чья вина? Соответственно, это просрочка и... Нет, это не просрочка. Почему у него? Возьму числа. Сколько он может храниться в таком явно вами расфасованном виде? Это же вы фасовали, не производитель? Конечно, конечно. Ну, сколько в таком виде? Ну, у него идут сроки тоже есть. Какие сроки? Давайте посмотрим, пусть лежит у меня. Надо перепасывать. Так, и вот на этот посмотрим. Здесь он по распродажу у вас лежит. Да. Я не нашла сроки будности. Просто не нашла. Вот смотрим. Дата изготовления. Где она? Посмотрите сами. Ну-ка, дайте другую. Дата изготовления 01.11.2016 годен до 01.12.2016 года. Ой, 2016 года. До 1 декабря 2016 года вот этот вот сыр. Вот весь этот кусок. Пойдемте посмотрим, сколько еще вы уже расфасовали. Произведен 29 июня 2016 года. Срок годности 150 суток. Это полгода. Этот сыр тоже просроченный. Весь кусок. Соответственно, вот это все тоже надо убирать с полка. И такая история со всеми сырами, которые были выложены на полке этого магазина. А еще сосиски, колбаса, холодец и многое другое. В этом же списке и овощи, фрукты. У лимонов нет сроков. Звучит как слоган. У лимонов нет сроков годности. Ну, я сейчас достану вам нормативы Роспотребнадзора. Они просто не соответствуют качеству. Но вы их продаете по уценке. А они имеют срок годности, как любой продукт. Это продукт питания. А вот у специалистов Роспотребнадзора совсем другое мнение. В телефонном разговоре нам пояснили, что как раз эта ситуация с гнилыми овощами и фруктами и продажей их по уценке является грубым нарушением и одной из самых частых причин для жалоб у жителей окружной столицы. В управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в 2016 году поступило 18 обращений. Из них 16 послужило основанием для проведения проверок, в ходе которых составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. Между тем, поедание несвежих продуктов – прямой путь к тяжелым отравлениям, больничной койке, а иногда даже смерти. Поэтому бдительность терять нельзя. Принцип «помоги себе сам» еще никто не отменял. Поэтому еще раз оговоримся. Отправляясь в местные магазины, будьте предельно внимательны. Ведь за здоровье вас и ваших близких в ответе только вы. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Метель и сильный ветер в ближайшие дни. Спасатели региона предупреждают. Выезжать за пределы населенных пунктов опасно. Ожидается штормовой ветер. На двух участках Ненецкого округа введут карантин по бешенству. Один случай заражения бешенством произошел на пастбище семейно-родовой общины «Иллипс», другой – в поселке Устькара. В начале года ограничительные меры уже ввели в нежилом поселении Сопка, деревне Снопа и поселке Варандей. 22 января одна из собак-оленеводов общины «Иллипс» во время кормления покусала владельца. Она не была вакцинирована против бешенства. Лабораторная диагностика окружной ветстанции установила это инфекционное заболевание. Хозяин собаки в настоящее время получает антирабическую помощь в медучреждении. Другой случай произошел 23 января в Устькаре. Жительница поселка в своем сарае обнаружила песца. Позже лабораторное исследование также установило бешенство. Ранее инфекционные заболевания выявили на территории вахтового поселка Варандей, в нежилом селении Сопка и в деревне Снопа. Во время действия карантина на территориях устанавливается ряд ограничений. В частности, из поселения нельзя вывозить домашних животных, а ветеринары будут проводить регулярный обход для выявления животных, которых необходимо вакцинировать. В предстоящие выходные спасатели округа рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенного пункта. На северо-востоке региона объявлено штормовое предупреждение. При возникновении любой чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону 112 или на телефон доверия МЧС России по Ненецкому округу 49999. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.